В Новгородском областном суде сегодня началось рассмотрение резонансного дела об убийстве женщины ночью 8 марта 2017 года. На скамье подсудимых 23-летний житель Валдая. Кроме жестокой расправы над жертвой, его обвиняют в каннибализме. Эти оперативные съемки в начале весны прошлого года облетели сеть. О Валдайском Чикатило говорили во всех криминальных телесводках страны. По версии следствия, в ночь на 8 марта 22-летний Дмитрий Лучин забил до смерти молотком женщину, с которой проводил вечер. А затем… Собрал кровь в бокал, еще стол чуть-чуть собрал крови. Сел, думаю, так попробую. Не, ну, по вкусу. По вкусу пришелся, я еще раз отрезал. Я ни в коем случае не равняю себя с великим. Зачем мне? Просто хватит мешать мыслителей с грязью. Читайте больше книг и, поверьте, сами задумайтесь над души самовласти. Эти строки из собственного стихотворения Дмитрий Лучин опубликовал в своей группе в ночь на 8 марта. Именно в эти часы, по версии следствия, он и совершал кровожадное убийство. С виду скромный и слегка испуганный обвиняемый смотрит в пол из-за решетки в зале судебного заседания. Для него это первое слушание. Следствие по делу студента Валдайского аграрного техникума длилось больше года. Поскольку убийство молодой женщины было совершено с особой жестокостью, истязая ее, причиняя ей мучения и страдания, данное обстоятельство будет установлено непосредственно в судебном заседании. Кроме убийства, сын школьной учительницы Дмитрий Лучин обвиняется в совершении преступления с особой жестокостью и надругательстве над телом умершей. Обвиняемый в начале следствия в содеянном признавался, даже в подробностях описывал совершение ритуального убийства. Однако после общения с адвокатом переменил свою точку зрения. В зале суда защита ходатайствовала о переносе слушания и проведении суда присяжных. В связи с этим мы просим дело слушания отложить до разрешения по существу данной конституционной жалобы. В зале заседания сын убитой 45-летней женщины. Мужчина ведет себя спокойно и почти не смотрит на подсудимого. Обвинение выступает против ходатайства адвоката. И сам судья принимает решение не в пользу подсудимого. Несмотря на то, что обвиняемый вину в совершении данных преступлений не признает, следователям Валдайского межрайонного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области в рамках расследования была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем данное уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Судьба Дмитрия Лучина будет решаться на дальнейших заседаниях. Следующее слушание ожидается через неделю. Людмила Александрова, Олег Федоров. Новости Новгородской областной телевидения.